В эфире программа День города в студии Наталья Новикова. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. У природы нет плохой погоды. Как ни странно, рязанцы морозами довольны. Новый год – новая жизнь. Проезд подорожал, машину со штрафстоянки теперь забрать проще, а у почты есть шанс войти в Новый год без очередей. Лететь или не лететь, Рязань участвует во всероссийской акции по переписи птиц. В Рязанской области объявлен желтый уровень опасности погоды. Погода считается потенциально опасной. Что, впрочем, неудивительно. Суровые морозы затянулись, а гололедица на дорогах стала уже неотъемлемым атрибутом зимней жизни автомобилистов. А вот в том, как рязанцы справляются с холодами и как долго нам еще мерзнуть, разбиралась Галина Ершова. Мороз и солнце – день чудесный. В новогодние праздники рязанцы поистине оценили это высказывание. Столбик термометра опускался до минус 25 градусов. В связи с морозами жителям города пришлось скорректировать свои планы на новогодние праздники и провести их чуть менее активно, чем хотелось бы. Я больше стала сидеть дома, особенно эти морозы, которые были в выходные. Но сегодня выбралась, дочку отвела в садик. Действительно, самым холодным днем стало 7 января. Температура воздуха опустилась до минус 25 градусов, а среднесуточная температура составила минус 23 градуса, при норме в минус 10. Однако то, что молодому поколению кажется аномальным похолоданием, для взрослых долгожданная настоящая зима, которую они помнят еще с детства. В принципе, я считаю, что морозы у нас всегда были очень холодные, поэтому я считаю, что 20 или 25 градусов – это не мороз. Ну, самые лютые – до 40 градусов. Еще когда мне было 7 лет, мы ходили пешком, и было нормально, ничего. Никто еще не обморозился и не заморозился. Секреты здоровья в суровых зимних условиях передаются из поколения в поколение. Но простые правила стали настолько привычны людям, что воспринимаются как часть обычной жизни. Их знают и дети, и взрослые. Горячий чай с лимоном, с имбирем для обогрева. Ну, в принципе, все. Детей старались одевать потеплее. Теплые варежки, носки. Теплодная одежда с мембраной желательно. Да, зимняя, с мехом. Можно бегом передвигаться, тоже тепло. У ребенка он все равно двигается, то есть укутывать его не надо. И как бы так, еле-еле одевать тоже не надо. Ну, что-то такое среднее, в принципе, как себе. Быстро идти и не дышать. Банькой греться в баньке. Только так. Это гимнастика и здоровое питание. Вот два года. Ну, возможно, это помогает. Борща, сальца порезать. Вот. И, конечно, настроение уже было хорошее, радостное, веселое движение. У автолюбителей свои секреты. Перепады температуры проверили их на прочности пушистыми хлопьями снега и гололедом на дороге. А первым испытанием после новогодних праздников стало завести автомобиль. Позаботиться об этом нужно было заранее. Просто почаще надо выезжать каждый день. Не знаю, у меня в гараже стоит девушка. В общем, нужно следить за машиной. В общих чертах знать элементарные вещи. Заводить, прогревать. И сразу не ездить. Все. Остальное все в порядке. Вот еще несколько простых секретов. Возьмите за правило после долгой поездки открывать все двери на несколько минут. Эта несложная процедура поможет предотвратить примерзание резиновых уплотнителей дверей. Также при морозах специалисты рекомендуют вынимать аккумулятор и забирать его домой в тепло. Не советуют пользоваться ручным тормозом. Автомобиль лучше оставлять на скорости, чтобы колодки не замерзли. Если это все же произошло, поможет кипяток. А если на стекле образовалась наледь, а под рукой не оказалась скребка, то можно воспользоваться обычной кредитной картой. Однако мучиться водителям осталось недолго. Погода первой половины рабочей недели будет комфортной, без существенных осадков и с температурой воздуха и около климатической нормы. 10 января ночью минус 17, минус 22 градусов. Днем минус 10, минус 15. И ожидается дальнейшее потепление. 11 января ночью минус 12, минус 17. Днем минус 7, минус 12. 12 января ночью минус 11, минус 16. Днем уже минус 4, минус 9. На дорогах гололедится. К концу недели температура воздуха повысится ночью до минус 5, минус 10 градусов. Днем до минус 1, минус 6. Благодаря потеплению школьные каникулы в Рязани, в отличие от других городов, продлены не будут. Ученики вернутся в классы 12 января, как и было запланировано. К выходным температура повысится еще на пару градусов, а это значит, что семейная прогулка по лесу, поход на лыжах или катание на коньках принесут еще больше приятных эмоций и станут отличной закалкой для вашего здоровья. Новогодние праздники позади. И, конечно, хочется думать, что все прошло тихо, спокойно, в атмосфере чудес и исключительно радостных событий. Рязанские полицейские и спасатели усиленно охраняли наш покой. А о том, какие неприятные инциденты, все-таки произошли, далее. 139 преступлений, 77 из которых совершены в областном центре, зарегистрировали полицейские с 31 декабря прошлого года по 8 января наступившего. Среди них три факта причинения тяжкого вреда здоровью, 12 грабежей, 23 кражи и 9 фактов пресечения незаконного оборота наркотических средств. На улицах Рязани сотрудниками полиции задержано 145 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 69 нарушителей. Больше 2000 сотрудников полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан во время празднования Нового года и Рождества Христова. Кроме полицейских, службу по охране общественного порядка несли и сотрудники в гражданской форме одежды. Народные дружинники, сотрудники частных охранных предприятий и представители казачества. В ходе праздничных мероприятий, прошедших в городах и населенных пунктах Рязанской области, в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января, а также в рамках других массовых мероприятий, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было. Не до выходных было и сотрудникам пожарной службы. Опасность возгораний в праздничные дни увеличивается. Многие для создания атмосферы используют бенгальские свечи, гирлянды, фейерверки. Поэтому спасатели находились в постоянной боевой готовности. К тому же ударили морозы и в квартирах и домах включались дополнительные приборы отопления, которые тоже порой являются причинами неприятностей. 31 декабря по 8 января пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 18 пожаров. В результате пожаров огнем и уничтожено и порождено 13 строений и 3 единицы техники. 2 января во время пожара в стражевом помещении на улице Куйбышевской шоссе города Рязани погиб человек, личность которого устанавливается. Еще один пожар потушили на улице Кутузова. 5 января на пожаре в жилом доме на улице Кутузова города Рязани мужчина 1983 года рождения с ожогами верхней конечностей и голени и женщина 1986 года рождения с ожогами кистей рук доставлены в областную клиническую больницу. Сложные погодные условия, резкие перепады температур, скользкая дорога – все эти факторы традиционно повышают опасность дорожного движения. А в празднике нередки случаи ДТП, произошедших по вине пьяных водителей. В последний выходной день нетрезвая девушка на Мерседесе устроила такую аварию на улице Дзержинского. 8 января около 17 часов на пересечении улиц Высоковольтная с улицы Весене женщина, управляя автомобилем Мерседес, совершила наезд настоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Сантьен. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что женщина управляла автомобилем в нетрезвом виде. При освидетельствовании котестер показал 1,01 млт алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Не обошлось и без происшествий с пешеходами. На московской трассе в районе Рыбного автолюбитель насмерть сбил пожилую женщину. Житель города Рязани, управляя автомобилем «Шкода», совершил наезд на переходящую по предварительной информации вне пешеходного перехода женщину, которая от полученных травм скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Двумя смертями обернулось столкновение в Шацком районе. Муж и жена скончались на месте. Их 7-летний ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. 8 января примерно в 5.35 на 344-м километре дороги федерального значения Москва-Челебенск, проходящей по территории Шацкого района, жительница Московской области, управляя автомобилем «Митсубиша» поджера, двигаясь в сторону города Москвы. По предварительной информации выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фор». Такой была обратная сторона праздничных выходных. Надеемся, что наших телезрителей подобные случаи никак не коснулись. Пока рязанцы отдыхали и отмечали Новый год, в жизни города произошли изменения, а в некоторых сферах нашей жизни и приятные сюрпризы. Забрать машину со штрафстоянки теперь проще, а на почте нельзя оплачивать коммунальные услуги. Подробнее в нашем сюжете. На Рязанские дороги выехали 10 новых автобусов, экологически чистых, работающих на газовом топливе. Они заменили старые карусы на 16, 17 и 20 маршрутах. 17-й троллейбус вовсе изменил траекторию движения. Теперь одной из его конечных остановок стал завод «Ториасцветмет». Ранее он ходил по улице Есениной, делал развороты на площади Театральной. Но, по крайней мере, такая информация появилась в СМИ. На деле же оказалось, что пока ни водители, ни диспетчеры не в курсе нововведений. Стоит сказать, что проезд в общественном транспорте подорожал. Теперь он составляет 19 рублей. Ну а теперь о приятных сюрпризах. В новом году Почта России встречает своих посетителей без очередей. Во всяком случае, на это хотелось надеяться, так как на почте отменили прием коммунальных платежей. Правда, пока количество посетителей не уменьшилось. А для того, чтобы отправить или получить посылку, или же осуществить денежный перевод, по-прежнему придется постоять в очереди. А вот пожилые граждане, которые ранее оплачивали на почте коммунальные услуги, переместились в специализированные киоски КВЦ, количество которых, кстати, увеличилось еще в прошлом году. Насколько пожилым людям новое место оплаты коммуналки придется по вкусу, покажет время. Одно ясно точно. Многие граждане, годами привыкшие просиживать в отделениях почты, будут и лишены возможности обсудить последние новости, самые важные события, происходящие в нашей стране, а заодно и работу этой самой почты. Зато по-прежнему они могут пойти на центральный рынок, который на протяжении уже нескольких лет находится под угрозой закрытия. Пока можно выдохнуть, лицензию продлили на два последующих года. Столько же времени отведено на работу рынком на Московском и в районе Дашковой песочня. Если у рынка, например, кто-то неправильно припаркует автомобиль, начиная с этого года, забрать со штрафстоянки его можно сразу же, не оплачивая эвакуацию, хранение авто и штраф. Сделать это нужно будет в течение месяца. Обрадует автолюбителя и новая развязка на Московском шоссе. Спустя год ее проекты доработали и утвердили. Однако сроки строительства пока не называются. В любом случае, совсем скоро попасть из одного конца города в другой будет проще и быстрее. Внеочередной отпуск, который порадовал большинство россиян, закончился. Вместе с этим пришли трудовые будни. Традиционно люди тяжело переходят из одного режима в другой. И о том, как это лучше сделать, в нашем следующем материале. На работу как на праздник или после праздников. Каждый выбирает это для себя сам. В зависимости от категории людей. Некоторым сложнее втянуться в работу. Другие идут туда с удовольствием, с новым приливом сил. После Нового года достаточно длительный период, около 10 дней. За это время мы успеваем расслабиться, разлениться. А кто-то, наоборот, попасть в такую струю активности и двигаться много, много, может быть, путешествовать. Много разных активностей перепробовать. То есть выход на работу действительно становится каким-то переходом. От того образа жизни, который был на протяжении 10 дней, настраиваться на работу нужно постепенно. Психологи говорят, что серьезных стрессовых потрясений, вплоть до депрессий, это вызвать не должно. Некоторые физиологические стрессы есть. И психоэмоциональные, да. Но он обычно легкий. Это не стрессовое какое-то прям расстройство. Точно нет. Это легкое эмоциональное напряжение по поводу того, что нужно возвращаться кому-то к рутине, кому-то к интересному делу, но явно перестраивать ритм и темп жизни. Так что каждый год переживаем и это переживем. Вот вердикт специалистов. У работников может появиться раздражительность, недовольство или хандра. Но к психологам обычно никто по этому поводу не обращается. Если грамотно распределить обязанности по работе, можно спокойно и легко войти в русло в течение 3-4 дней. Погружаться понемножку постепенно. Когда мы делаем что-то, погружаясь быстро, с головой, мы мало осознанности включаем. Мало осознаем себя и работу, собственно говоря. А когда мы делаем это постепенно, большая вероятность того, что продуктивность будет зарождаться более качественно. Если вы отдыхали больше 10 дней, тогда привыкание к работе может немного затянуться. Это нормально. Во время привыкания к трудовой деятельности в режим дня постепенно нужно добавлять некоторые активности. Катание на коньках, игры с детьми, прогулки, походы в спортзал, полезные посиделки в кругу семьи или с близкими друзьями за чашкой кофе или согревающего чая. Это поднимает настроение. К слову, об угощениях. Если кого-то продолжает беспокоить вопрос переедания после новогодних праздников, нужно начать планирование своего питания, чтобы оно стало качественным, достаточным для организма. Есть необходимо как минимум 3 раза в день. Приветствуются перекусы в виде фруктов, орехов, сыра. Необходимо есть мясо, овощи, обогащать свой рацион. Порции не всегда должны быть большими. Можно питаться от 3 до 5-6 раз в день. Тогда и чувство голода постепенно прекратит вас преследовать, и организм заработает с новой силой. Все чаще для перелетных птиц жизнь зимой. В городских условиях российской средней плосы оказывается предпочтительнее опасного и утомительного перелета на юг. И каждый год в январе Союз охраны птиц России организует переписи водоплавающих птиц, которые остались зимовать в городах. А для того, чтобы точнее определить степень пристрастий птиц к городской жизни, ученые приглашают присоединиться к этому увлекательному и полезному занятию и всех желающих. Рязанцев приглашают принять участие во всероссийском учете зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка». В последнее время пернатые все чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской России. Для того, чтобы выяснить, насколько важны подобные холодные зимовки, какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный учет. В этом году акция пройдет 14 и 15 января. Традиционно она собирает немалое количество человек в Москве, в Санкт-Петербурге, Иркутске и более чем в 30 других городах. В Рязани акция проходит уже в третий раз. Учет регулярно проводят специалисты-орнитологи. Однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают. Поэтому для участия в акции традиционно приглашаются все желающие. Для подсчета необходимо запастись блокнотами и карандашами, а также фотоаппаратурой. В своих отчетах участники должны зафиксировать дату и время наблюдений, место, водоем и обстановку. Ну а для того, чтобы добавить и без того полезному и занятному времяпрепровождению разнообразия, и еще сильнее увлечь участников, в рамках акции пройдет конкурс «Утиное селфи». Снимки можно будет опубликовать в социальных сетях и группах мероприятия. Стоит отметить, что организаторы не советуют подкармливать уток, чтобы не нарушать природную цепь питания в дикой природе. А вот другие пернатые, равно как и остальные братья наши меньшие, обитающие на улицах города, от вашей помощи точно не откажутся. А кусок хлеба, покрошенный синичком или сосиско-оданные кошки, могут не только накормить, но и спасти жизнь, особенно в лютые морозы. И на этом все. Новости и другие авторские программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами. До завтра и хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok